Баскетбольная команда В баскетболе все иначе Нам самим приходится вырабатывать план Каждый день анализируя, что для нашей команды хорошо, а что нет Тренер должен совмещать в себе все Естественно, важно знать тактическую сторону вопроса Ведь игроки разбираются в баскетболе И поэтому моментально понимают, можешь ты им помочь стать лучше или нет В то же время у тебя в распоряжении находятся люди совершенно разных характеров, национальностей, религий, языков И объединить их очень непросто Иногда сплотить игроков как личности Оказывается, куда сложнее, чем помочь им интегрироваться на площадке Тренеру нельзя быть диктатором У игроков тоже есть свои мысли и мнения В то же время невозможно проводить голосование на площадке каждый раз, когда на принятии решений есть всего пару секунд Кто-то обязательно должен брать на себя ответственность Поэтому важна дисциплина И я вижу две ее разновидности Дисциплина, которая достигается за счет силы и принуждений И дисциплина, которую люди принимают сами, благодаря чувству ответственности Великими становятся команды, которые практикуют самодисциплину, основанную на высокой ответственности Обычно побеждают именно они И им удается оставаться успешными на протяжении долгого времени В какой-то момент ты неизбежно сталкиваешься с вопросом Что важнее, люди или правила Однозначного ответа у меня нет Он выходит за рамки человеческих знаний Думаю, никто не знает идеального рецепта Но я точно знаю, и это доказано на всех уровнях Что все великие организации, столкнувшись с этим выбором, выбирают принципы Если ты предаешь свои принципы, рано или поздно тебя ждет крах Такова история История стран, компаний, клубов Это не мое мнение Достаточно ознакомиться с историей, чтобы понять, что таково общее правило Лично я побаиваюсь людей, которые никогда не говорят Извините, я ошибся Чем бы они ни занимались И таких людей много даже среди тех, кого я знаю по 30 с лишним лет Возможно, это приятные ребята, с которыми мне нравится проводить время Но за все время нашего знакомства они ни разу не признали за собой ни одной ошибки А лично я думаю, что я немало ошибаюсь Иногда делаю не ту замену Иногда недостаточно разбираю какой-то компонент игры Иногда ставлю личную защиту вместо зоны или наоборот Провести игру идеально невозможно А иногда ты можешь совершать и крупные ошибки Не свалить, когда надо было свалить, или наоборот И я не вижу никакой проблемы в том, чтобы сказать своим подопечным Простите, я ошибся Для меня это в большей степени вопрос самоуважения Хотя тут, конечно, есть и элемент уважения к окружающим И это не фальшь Я действительно хочу относиться к тем, с кем работаю, с уважением Но все-таки, в первую очередь, мне просто тяжело будет жить внутри с этим чувством неправоты Если я им не поделюсь Это очень просто и логично Пару дней назад я читал статью о том, что длительное использование планшетов и интернета Снижают мыслительные способности людей Поскольку все ответы есть на дисплее Тебе достаточно нажать кнопку, чтобы получить любую информацию Я против изолированного мира Когда одев наушники, ты замыкаешься в своем компьютере Потому что, в конце концов, наша работа сводится к тому, чтобы игроки мыслили инстинктивно Мы хотим помочь подопечным достичь уровня, когда их игровое мышление станет настолько быстрым, что со стороны будет казаться, что решения принимаются на автомате Игрок видит ситуацию и через секунду уже реагирует Поэтому важно, чтобы мозги не прекращали работать, точно так же, как и в других видах человеческой деятельности Я пытался помочь своим игрокам сплотиться разными способами Меняя рабочие группы на тренировках, пробуя самые разные варианты заселения во время выезда И тут мы возвращаемся к тому, что я сказал ранее Невозможно заставить людей дружить, невозможно заставить их стать командой Вот в первый год работы в ЦСКА я постоянно тасовал, кто с кем жил в отелях Но к концу сезона я перестал вмешиваться и позволил игрокам решать самими Потому что они искренне старались сблизиться Если игроки не делают этого, все остальное бесполезно Не полезнее, чем пытаться продавить стену Да, ты можешь пытаться им помочь, помещая американца в один номер с русским Русского с сербом, сербы с итальянцем, ну и так далее Но суть в том, что если игроки сами не стремятся к единству Искусственным образом этого никак не добьешься Взаимного доверия можно добиться только поступками Если ты ведешь себя уважительно и лояльно, к тебе тоже будут относиться с уважением Я часто привожу такой пример В Болонии я всегда покупаю газеты в одном и том же киоске И продавец меня знает Так что если я однажды забуду деньги дома, он даст мне газету бесплатно, зная, что я заплачу на следующий день Но если я пойду в место, где меня не знают, не знают, что я серьезный человек, который ответственно относится к своим обязательствам Там я могу хоть 24 часа выпрашивать бесплатную газету, но ничего не добьюсь Те же принципы применимы к межличностным отношениям игрока и тренера Если я на протяжении долгого времени веду себя лояльно и последовательно Скорее всего, я заслужу доверие подопечных Проблема возникает в тех случаях, когда люди начинают судить тебя не только за твое поведение, но и за то, чем оно оборачивается конкретно для них Допустим, из-за каких-то поступков тренера игроку приходится пройти через какие-то вещи, которые ему неприятны Например, вы хороший тренер, вы придерживаетесь своей линии, но вы все время держите меня в запасе И все, я вам больше не доверяю Не потому, что вы повели себя нечестно, а потому, что ваши правила сыграли против меня Это самая трудная часть любой работы Уметь честно посмотреть на свое отражение в зеркале Иногда мне самому нелегко взглянуть себе в глаза и сказать «ты был неправ» Ну а игрокам это сделать еще сложнее, ведь они молодые, самоуверенные и амбициозные И так уж устроена жизнь, что баскетболистам не могут нравиться все решения тренера Хотя я считаю очень неправильным, когда игроки теряют доверие к наставнику из-за того, что им не нравится его решение Но, к сожалению, вокруг баскетболистов находится много людей, которые любят давать советы И после того, как ты принимаешь решение, пускай даже оно было очевидным для окружающих Они начинают шептать игрокам, что тренер был неправ, что он должен был поступить так-то и так-то Ну, это часть нашей профессии Я придерживаюсь мнения, что ты остаешься хорошим тренером, если веришь в свою позицию и имеешь за спиной поддержку организации, которая должна тебя защищать Вот если клуб тебя не поддерживает, тогда ты не сможешь стать сильным тренером Думаю, такова уж человеческая природа Твоя команда выигрывает, и ты тут же думаешь, я был хорош В течение короткого мгновения я очень доволен тем, какие решения принял, как готовил игроков к матчу и как наставлял их во время него Но, слава Богу, уже секунду спустя я понимаю и принимаю, что главные творцы успеха – игроки Потому что это они набирают очки, они отрабатывают в защите Наибольшее давление приходится именно на них, а не на тренера Этер, не верь тем, кто говорит тебе, что не боится, все боятся перед выходом на площадку Это слова Саши Даниловича, нынешнего президента партизана, которого я долгие годы тренировал в Болонье Саша – один из лучших европейских игроков всех времен И он сам тоже признавался, что всегда испытывал страх перед выходом на площадку Впрочем, существует огромная разница между игроками, которые преобразуют этот страх в агрессию И теми, кого страх убивает, заставляя нервничать и суетиться Я считаю, что страх – это хороший фактор для команды, чтобы как следует подготовиться к матчу Если ты не боишься оппонента, ты готовишься к нему поверхностно Но это происходит не из-за недостатка уважения к сопернику, а потому, что тебе кажется, что победишь, и игра будет не слишком сложной Как только ты позволяешь себе такую мысль, ты инстинктивно расслабляешься И когда твой оппонент начинает играть агрессивно, для тебя это становится сюрпризом Тебя бьют вот сюда, и все, конец В тренерском мире популярна такая шутка Изобразить тренера, который видит, как его игрок делает что-то сумасшедшее, и тут же хватается за голову «О, что же он творит?» И вдруг мяч проваливается в сетку, и тренер, тут же меняясь в лице, говорит «Браво! Отличный бросок!» Это парадокс И я думаю, что это нечестно и неправильно оценивать решение баскетболиста на основании того, попал он или нет Я думаю, что для всей команды важно, чтобы оценка действий на площадке происходила в соответствии с существующей командной системой С теми принципами, по которым мы играем Иногда игрокам везет, и мяч залетает Иногда не везет, и, покрутившись подушком, мяч выскакивает наружу Но попадание – это не критерий хорошего баскетбола Я могу сказать, что мы сыграли хорошо, если вижу умные действия Если вижу, что игроки действуют в рамках командной концепции И тут мы возвращаемся к тому, о чем я опять же говорил Мы должны выработать это командное, единое видение баскетбола Это самое сложное Потому что один и тот же момент можно трактовать по-разному И можно быть очень упрямым в отстаивании своей точки зрения В этом-то и заключается проблема Если в коллективе собраны упертые люди, которые не хотят проявить гибкость Построить команду очень сложно Когда я учился в университете и приходил с экзаменов Мой отец, который был очень добрым человеком, иногда даже слишком добрым Узнав, что я получил, он всегда говорил одно и то же А, всего лишь? Это был его типичный ответ Поэтому, когда я рос, в голове постоянно сидела мысль о том, что я должен все делать на высшем уровне Так уж меня растил отец Поэтому подобное давление, которое я привык оказывать сам на себя Помогает мне защититься от более серьезного давления, идущего извне Для меня Традиции и воспоминания значат очень многое Я считаю, что невозможно думать о будущем, если ты не знаешь и не ценишь своего прошлого Со всем уважением и другим российским топ-клубам с ЦСКА в плане истории не сравнится никто Конечно, я не хочу обидеть Химки, Уникс и другие прекрасные команды Но поймите, еще в раннем возрасте, лет в 13-14, я смотрел игры ЦСКА по телевизору, когда картинка была еще черно-белой Армейцы играли против Вареза, на площадке блистали Сергей Белов и другие великие игроки На скамейке сидел легендарный Александр Гомельский Я в этом вырос Уверен, не только для меня, но и в принципе для итальянцев, российский баскетбол И все Поэтому, как только я оказался в Москве и прошелся по офису ЦСКА, стены которого увешаны фотографиями великих игроков и тренеров Сразу ощутил, что стал частью чьего-то особенного Это чувство ни с чем не сравнить Если ты был ЦСКА, это на все жизни